Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. В погоне за счастьем. Крис Гарднер, отец-одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил пытается сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. Только на протяжении стажировки он не будет получать никаких денег, а стажировка длится 6 месяцев. Магазинные воришки. Большая семья бедного японского рабочего живет на пенсии бабушки. И мастерски воруют разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных дней, Усамов, его сын, находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег. Зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку в себе, ведь ее родных у нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке. Новые родители не торопятся возвращать Юрий. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн. Миллионеры с трущоб. Во время игры «Кто хочет стать миллионером?» По известке задерживают юношу по имени Джамал, который находится в шаге от огромного выигрыша. Стражи порядка считают, что он как-то жульничает. Парень из трущоб просто не может знать все ответы. Джамал рассказывает на допросе историю своей жизни. И каждый эпизод подозрительным образом связан с задаваемыми на программе вопросами. Время 2011 года Добро пожаловать в мир, где время стало единственной и самой твердой валютой. Где люди генетически запрограммированы так, что в 25 лет перестают стареть. Правда, последующие годы стоят денег. И вот, богатые становятся практически бессмертными. А бедные, как всегда, обречены сражаться за жизнь. Уилл, бунтарь из гетто, несправедливо обвинен в убийстве, с целью грабежа времени и вынужден, захватив заложницу, пуститься в бега. Так, ежеминутно рискуя жизнью, эти двое становятся грозным оружием в борьбе с системой. Но вот вопрос, кто кого? А может быть в дело вмешается третья сила? Паразиты Генеральный директор международной IT-компании, мистер Пак, живет со своей семьей в роскошном особняке, полном дизайнерских вещей, произведений искусства и мрачных тайн. Скрытое становится явным, когда у старшей дочери мистера Пака появляется новый репетитор по английскому языку. На районе Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос, кто ты? Остров Гуава Дэнни живет на острове Гуава, и несмотря на царящую там нищету, отказывается его покидать. Дэнни музыкант, и он верит, что сможет сделать, если не весь мир, то хотя бы его маленький уголок лучше. Тем более рядом с ним кофе, его муза и любовь. Но на пути к мечте Дэнни придется столкнуться и с несправедливостью, и с криминалом. Захватывающая история пути девочки, эмигрантки Майи из гетто до статуса мировой звезды. Этот рассказ от первого лица показывает никому прежде неизвестные стороны жизни Майи, личные видео, дневники, семейные хроники, домашние видео с бойфрендом и наставником Дипло, и интервью с такими артистами, как Канье Уэст и Ричард Сау Рассел. Аладдин. Молодой воришка по имени Аладдин хочет стать принцем, чтобы жениться на принцессе Жасмин. Тем временем визир ограба Джафар намеревается захватить власть, а для этого он стремится получить волшебную лампу, хранящуюся в пещере чудес, доступ к которой разрешен лишь тому, кого называют алмаз неограненный, и этим человеком является никто иной, как сам Аладдин. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok